С каждым годом новейшие разработки авиации и морских судов занимают все больше площадей. На этот раз понадобилось 4,5 тысячи квадратных метров. Там размещаются больше 50 экспонатов, образцов летательных аппаратов, беспилотников и водного транспорта. Практически все в натуральную величину. На выставке впервые заговорили о цифровой трансформации отечественного машиностроения. Это стало новинкой этого сезона. На площадке специально отвели место для презентации цифровых экспозиций. Свои работы представляют и молодые разработчики. Форум стал своего рода точкой притяжения для юных специалистов, где они могут перенять знания опытных разработчиков. Все инновации могут не только способствовать развитию экономики, но и сделать жизнь людей комфортнее. «Гележик» принимает 12-й раз гидроавиасалон. Я могу смело отметить, что каждым разом гостей и участников становится все больше и больше. Новые технологии не должны быть оторваны от жизни. Они не должны быть чем-то далеким, непонятным. И все, что сегодня производит наша российская авиапромышленность, должно в первую очередь служить людям. Конечно, способствовать развитию нашей экономики. Но самое главное – делать нашу среду жизни более комфортной. И я уверен, что гидроавиасалон будет этому способствовать, потому что с года в год те идеи, которые были лет 5-7 назад представлены в виде проектов, и всего лишь занимали какое-то место на стендах, сегодня, уже сегодня реализуются и притворяются в жизнь. Вот в этом, наверное, основная задача и смысл гележикского гидроавиасалона. Такое количество интеллектуального потенциала на квадратный метр я не встречал еще на одной выставке. Это задача, которую министр промышленности и торговли Мантуров Денис Валентинович поставил перед нами в организации этого салона. Важнейшая вещь – это интеллектуальный обмен между специалистами и конструкторами, которые приехали сюда, действительно запущен. А летная программа, чемпионат России по аквабайку, детские инженерные школы. В общем, можно перечислять и перечислять. В этом году участниками гидроавиасалона стали больше 200 компаний. Это и российские разработчики, и представители из шести стран мира. Кроме презентации инновационных моделей, на форуме проходят пленарные заседания и конференции. Там специалисты из международного научного сообщества обмениваются опытом и обсуждают технологические разработки в гидро- и авиаотрассе.